МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. Меня зовут Дмитрий Шкузин. И сейчас коротко о главном. В Красноярске появился ещё один ковидный госпиталь. Кого будут принимать в первую очередь? Красноярские врачи обратились за помощью к водителям-волонтёрам. Их уже больше 30. Строители заблокировали подъезд к дому пенсионера. Теперь туда не может подъехать скорая и пожарная. И, как всегда, по субботам проект Натальи Кечиной кинохроники «Красноярия» из таймырского фильмфонда. В 83-м году документалисты сняли фильм «Воспоминания» о герое Советского Союза, прославленном танкисте времён войны Владимире Маркове. В Красноярске открыли ещё один ковидный госпиталь. На фоне роста числа заражённых коронавирусом Минздрав решил увеличить число коек для больных. Сто мест появились на базе двух отделений онкологического диспансера на улице Московской. За несколько дней там ограничили зоны, оборудовали отдельные входы и выходы, а также две палаты интенсивной терапии. Сейчас специалисты подводят кислород к каждой из ста коек. В дальнейшем там будут долечивать пациентов с коронавирусом из других базовых госпиталей. Первых пациентов примут уже в понедельник. Отмечается, что работа в онкологическом диспансере не остановилась. Плановую терапию пациенты будут проходить в корпусах на 1-й Смоленской. Перейдём к свежим данным по коронавирусу. Ежедневное число заболевших снова бьёт рекорды. При этом наибольшее количество заразившихся зафиксировано не в Красноярске, а в Жизногорске. 73 человека. В краевом центре на 10 человек меньше. Всего за последние 24 часа вирус в крае подтвердился у 268 человек. Выздоровели 249. Погибли за сутки 5 человек. Ситуация по России немного лучше. Суточная заболеваемость снизилась после резкого роста. За последние 24 часа плюс 16 521 заразившиеся. Это на 800 меньше по сравнению с предыдущим днём. Умерли за сутки в стране 296 человек. Вирусологи из федерального оперштаба сегодня рассказали, что число больных может нарастать в ближайшие две недели. А пик заболеваемости пройдёт 7 ноября. Красноярские медики обратились за помощью водителей-волонтёров. Первые бригады уже отправились на развоз с народными помощниками. Напомним, мы создали специальный чат в Вайбере с названием «Довези врача», куда предложили подключиться водителям, желающим помочь сотрудникам системы здравоохранения. Накануне в чат написали представители поликлиники в микрорайоне Северной и местной детской больницы. На их просьбу о помощи откликнулись водители. По сообщениям наших зрителей, работники здравоохранения удивляются, когда узнают, что кто-то готов бесплатно возить их на вызовы. Напомню, работа специального чата предельно проста. Водители или таксисты могут предложить свою помощь и подвезти медика при обходе района. А врачи, в свою очередь, могут оставить запрос на такую помощь. Ссылку на чат в виде QR-кода вы сейчас видите на экране. Сканируйте его, чтобы присоединиться к диалогу. В Красноярске прошла несанкционированная акция против масочного режима. Около 30 человек собрались в 12 часов в сквере космонавтов. Почти все участники были без масок, хотя в соцсетях, где анонсировали митинг, людей призывали все-таки их надеть. Среди протестующих было много пенсионеров, которые находятся в группе риска. Митингующие пояснили новостям ТВК, что они собрались вместе, чтобы сказать, маски не работают. Маска не помогает защитить себя от тех вирусов, которые сегодня есть, витают в воздухе. Потому что она свободно проходит через слои этих масок. И причем, вы знаете, очень многие маски носят формально. Но зачем это делать, если мы знаем, что масками именно понижают нашу волю. Спустя час митинг кончился, и люди начали постепенно расходиться. Рядом все это время дежурили полицейские, однако о задержаниях не сообщалось. В Крымом Минздраве напоминают, что ношение масок – это реальный способ спасти здоровье и жизнь. Поведение так называемых антимасочников в ведомстве считают формой психологической защиты. Отрицание угрозы, игнорирование очевидных норм защиты, протестное поведение обычно свойственны людям подросткового возраста. По сути, это форма психологической защиты от угрозы и страха смерти. Этому способствует обилие противоречивой информации из большого числа источников, а также те возможности, которые предоставляет интернет и соцсети, в которых зачастую в качестве экспертов выступают малообразованные, но очень активные люди. Умение логично мыслить, сопоставлять факты и мифы – это свойство здоровой психики, адекватного проявления личности в социуме. Тем временем мы продолжаем ввести онлайн-дневник ковидного больного. Наш корреспондент Анна Кузьмина почти неделю находится дома на больничном с диагнозом коронавирус. Каждый день она рассказывает о своем самочувствии и с чем ей приходится сталкиваться. Сейчас она на прямой связи со студией. Аня, привет. Как чувствуешь себя? Ну, чувствую я себя примерно так же, как вчера. Температура сегодня не поднималась выше 36,8. Организм как будто пытается выспаться. Это постоянно такая спячка у меня сейчас. Ты говорила, что врачи хотели отправить тебя на КТ. Как все прошло и когда будут известны результаты? Ну вот, расскажи подробнее. Сегодня утром в 9 часов меня забрали на машине скорой помощи. Там внутри уже сидела одна пациентка. Мы поехали все вместе за третьей. И вот удивила машина, ее состояние. Она была в очень плохом состоянии, в плачевном. Потому что когда мы садились, дверь машины практически не закрывалась. Не хватало сил ни пациентам, ни врачу закрыть. И водителю приходилось каждый раз выходить самостоятельно и закрывать со всей силы эту дверь. На ходу все, естественно, дребезжало. Все приклеено на скотч. И машина очень плохо шла в гору. И вот если, ладно, мы не тяжелые больные, нас возили туда-обратно. Вот врачам приходится ездить там постоянно. И мне кажется, это неправильно. И вот вспоминается, что власти недавно говорили про новые машины. И возникает вопрос, где они. Ну вот, а нас всех увезли на шахтеров. Могу сказать, что все прошло достаточно быстро. Привезли нас, как я понимаю, несколько машин. Потому что там уже были люди. Передо мной было пять человек. Все прошли, наверное, минут за двадцать. Я прошла не больше, тоже пяти минут на меня потратили. Разложили мне такую одноразовую ткань. Сказали, как правильно лечь и слушать робота. Все прошло быстро. Вот на выходе девушка показала, что поражение легких у меня уже есть, к сожалению. И вот более подробно, какой-то процент, как дальше лечиться, что делать, мне уже расскажет врач-терапевт. Но это будет не раньше понедельника. Аня, спасибо тебе большое. Мы желаем тебе самого скорейшего выздоровления. Я напомню, на связи была моя коллега Анна Кузьмина. Почти неделю она находится дома на изоляции с диагнозом коронавирус. А прямо сейчас информация о погоде. Не переключайтесь. Это новость ТВК. Мы продолжаем. Сегодня в Красноярском крае начали действовать новые ограничения. С 23 часов вечера и до 7 утра заведением общепита работать запрещено. А все жители региона старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить можно только в случае острой необходимости. Однако красноярских пенсионеров на улицах города по-прежнему много. Почему, выясняла наша съемочная группа. А вы почему не соблюдаете режим самоизоляции? Как это не соблюдаю? А что, погулять я не могу? А кто мне понесет что-то? Я одна живу. И что, я голодная должна быть? То есть вы считаете, что нужно выходить, но только по крайней необходимости? Конечно. Я только так и выхожу. Вот иду, мне надо молока. Вот я погуляла в парке, иду, мне молока надо. Вот, пожалуйста, с повязочкой, как человек, с перчаткой. Сидеть дома? Да, ну, что я буду сидеть? Ну, я в магазине одеваю, а тут-то что я буду одевать? Я как ходила, так и хожу. Ну, я куда попала-то не хожу. Вот здесь только мы гуляем, а так дома. На пенсию-то не прожить девушке, приходится все равно работать. Мы соблюдаем, видите, на масках у нас постоянно обеззараживающие есть. Но дома сидеть не готова? Нет. Людям рекомендовано сидеть дома? Ну, да сейчас, по делу иду. Потому что мне на курорте еду, надо лезвие взять. Нам по здоровью. У меня вот давление, мучаюсь я. У него тоже своя проблема. На часок хоть выходить, вот на берег идем, подышать с кислородом. А так вообще дома сидите? А так дома сидим, никуда. В магазин надо идти. Вы считаете, это нужен указ? Ну, раз будет кормить. Вы что ли? Строители заблокировали подъезд к дому пенсионера. Сваи для новой лестницы к четвертому мосту поставили в 80 сантиметрах от его калитки. Теперь мужчина боится, что к его дому в случае ЧП не подъедут ни скорая, ни пожарная. Накануне мужчине стало плохо, и его пришлось нести на носилках вверх по крутой горе. Подробности в сюжете далее. Нормально, ребята, придумали. Что за дела? Так это что? Вот сейчас лестница пойдет вот здесь. Уже опоры они поставили. Молодцы. Евгений Николаевич показывает то место, где у обычного дома должен быть въезд или как минимум тропинка. Однако сейчас здесь в разгаре стройка. Подрядчик делает новый переход от орбиты до четвертого моста. Однако, что одним благо, то другим беда. Новое строение в 80 сантиметрах от калитки пенсионера. В итоге к дому теперь не проехать, а как стройку закончат, то и пройти можно будет с трудом. Накануне Евгению Николаевичу стало плохо с давлением. В итоге его пришлось нести по крутой горе. Стало плохо, и вызвали скорую, и нужно было меня транспортировать. Все, вот. Слава Богу, племянник есть, помогли. Со своим братом они меня подняли наверх. Ну, любой дом даже, пусть самый какой-то, никакой дом, к нему всегда делается, да, въезд. Какой бы он ни был, дом да дом. Делается, я не знаю почему, вот в данном случае так. Пенсионер живет в доме 19 на улице Дачной более 20 лет. Говорит, что здешнюю дорогу и раньше нельзя было назвать безопасной, но машина точно могла проехать к участку. В попытках обратиться к властям с вопросами Евгений Николаевич даже записал обращение и выложил его в интернет. В департаменте горхозяйства новостям ТВК пояснили, что там о проблеме знают и занялись ее решением еще до видеообращения пенсионера. О проблеме жителей дома по улице Дачная 19 в курсе и заказчик работ, и подрядная организация, и проектировщики. И сейчас вопрос подходов и подъездов к этому дому решается совместно с проектировщиком. То есть проектная организация сейчас ищет проектное решение, чтобы обеспечить удобство жителей этого дома. Причем работа была начата задолго до их видеообращения. Пока проектировщики ищут новый выход, юристы советуют не ждать поворота бюрократической системы и требовать свое право в прокуратуре. По их мнению, никакие строительные работы не должны перекрывать доступ к вашему дому. От забора собственника до дорожки, по которой ходят люди, обычно это не менее 2,5 метров. Правильно? Это для того, чтобы ходили люди. А здесь у нас получается, сейчас забили железные сваи, дальше будут лить ростерги. Соответственно, вот я уже говорила вам, будет работать кран. Этот кран, стрела, будет заходить на территорию людей. Здесь собственнику нужно немедленно обращаться в прокуратуру Российской Федерации, не Красноярского края, именно Российской Федерации, писать обращение на имя президента, что нарушаются его права и что он боится за свою жизнь и здоровье. И думаю, будут в кратчайшие сроки приняты меры, в частности, остановлена эта стройка. Пока же стройка не остановлена, в ситуации может появиться еще одна сторона. Это те люди, которые и просили сделать здесь удобный переход через Николаевский проспект, чтобы водить детей в школы и детские сады. Дмитрий Шкузин, Сергей Кашин, Новости ТВК. Интервью с Дмитрием Хрусталевым, актером, телеведущим и участником комедийных проектов. Смотрите сегодня в 20.30 после новостей ТВК. Экс-КВНщик стал новым героем ютуб-шоу «А поговорить». Автору проекта Ирине Шихман, комик рассказал о сложностях работы с Иваном Ургантом, о внутренней борьбе с самим собой, чтобы научиться подыгрывать Урганту и оставаться на вторых ролях. А также о жизни после КВНа и затяжных проблемах с алкоголем. Смотрите, а поговорите с Дмитрием Хрусталевым на телеканале ТВК сегодня в 20.30 после нашего выпуска новостей. Как всегда, по субботам проект Натальи Кечиной и кинохроники Красноярья из таймырского фильма-фонда. В 83-м году документалисты сняли фильм «Воспоминания о герое Советского Союза» про славленном танкисте времен войны Владимире Маркове. И все считают за честь быть знакомым с Марковым. А потому что и на самом деле это человек, который, вот, по-моему, уже сколько прошло лет, и чем больше знакомишься с историей нашего корпуса, тем больше убеждаешься, что Марков был вообще талантливый танкист. Володя Марков, окончив Орловское бронетанковое училище, пришел на фронт 20-летним мальчишкой. Но как только впервые сел танк, как будто сразу в нем и родился. Мне довелось однажды провожать его танки в боевой операции. Я тогда убедился, что успех Маркова зависел от его самого. Потому что он очень четко разъяснял всем своим членам, четко разъяснял задачу. Разъяснял, что может быть, какие могут быть неожиданности. И его все уважали. Лейтенант Михаил Побединский, Миша Победа, как звали его танкисты, вспоминал. Хоть и подвиги совершали они как герои, но мальчишками же были. Однажды Марков предложил побрататься, как у Фенимура Купера, чтобы с кровью порезали пальцы ножичком, обмазались каплями. И Владимир сказал, мы теперь с тобой одной крови и друг за друга горой. А сразу после этого попали в такую мясорубку, где Володе подбили танк. Тогда думали, этот бой будет последним. Он прилег на землю, я прямо рядом с ним упал, а он лежит и плачет, и говорит, вот господа, зазнались, господа танкисты. Володя Марков говорит, господа танкисты нас звал. Зазнались, говорит, и едем, как приехали, как все равно к бабушке в гости. Это я вам правду рассказываю. Так есть было. Нельзя, ребята же, если герой, так он везде герой был. Кое-где и герои тоже пасовали. Потом Марков выстроил нас, прошел мимо. Ну, говорит, ребята, если будем умирать, так чтоб с треска умирали. Громом, с музыкой. Ну, кому как, а мне это не понравилось. Думаю, умирать я что-то не собираюсь. Не хочется умирать, ребята. Насколько мне и было в то время. Иракли Маташвили был военврачом Свердловской танковой бригады и другом Владимира Маркова с первой встречи до последних дней. Мне, вспоминал Ираклий Степанович, Володька придумал прозвище Швили Мота, потому что часть же была моторизированная. А еще доктор Маташвили рассказывал, что Марков был бесстрашным и из боя выходил победителем всегда. Вот что сделал в лесу. В лесу погибла бы вся бригада. Вся бригада. Почему? Потому что немцы, немецкие танки начали нас обходить по лошине. Причем там в основном тигры, фердинанды. Такие танки, которые наиболее. И вот Володе пришлось выскочить из танка, взять в руки танковый палец, который соединяет траки, и едим по танкам вперед, стреляй, вперед, стреляй. И когда немцы встретили такой огонь, они-то не знали, что против них всего на всего рота. После смерти друга в возрасте 43 лет, в 1955 году, врач Маташвили узнал, что герой Советского Союза Владимир Марков более 10 лет прожил со сколком пули в печени. И это подорвало его здоровье. Все-таки был осколок, но Володю в госпиталь послать. Это надо было хорошей силой обладать. За умелое руководство боевыми действиями танкового батальона в Берлинской операции и исключительную личную храбрость Владимир Александрович Марков был удостоен звания Героя Советского Союза. Наталья Кичина, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова